Резкое торможение спустя несколько секунд пути. Александра берет телефон, но связи нет. Скоро гаснет свет ненадолго, но нервы начинают сдавать. Буквально минут 5-10, которые только сидела, вообще никак. А потом, да, было душно. Дышать почти было нечем. Еще одна пострадавшая – Молли. Девочка переволновалась в заточении больше хозяйки. По словам Александра, специалисты по лифтам приехали довольно быстро, но не могли опустить кабину до уровня этажа и долго открывали двери. В итоге девушка и собачка больше 40 минут провели в душном лифте. Он был где-то на 15-20 сантиметров повыше от пятого этажа. Всякие вот эти вот ужасные истории, что лифт сейчас упадет и тебя вот так напополам. По словам жильцов, лифты в этом доме встают нередко. Консьерж говорить с нами на эту тему не стала, но на вопрос, как долго людям приходится находиться в застрявшем лифте, ответила по-разному. Время заточения еще одного жильца Романа – 20 минут. Правда, в управляющую компанию жильцы не обращались. В компанию по обслуживанию лифтов – одна жалоба от семьи Александры. А что касается частоты поломок или внеплановых остановок, нам ответили следующее. Он находился в работе, выключили свет. Что делает? Он останавливается. Потом приезжает аварийная служба, запускает его. Либо включили свет, если он был без движения, то он просто пришел в нормальную работу автоматически сам. Бывает свет, при напряжении больного, из-за света остановились. Ну, то есть не связанные с качеством работы лифта, а связанные всего лишь навсего с какими-то условиями внешними. Лифты сами хорошие, фирмы хорошие. Но тот, кто на них настраивает, видимо, не очень понимает в этом. И все же семья Александры хотела бы разобраться в таком поведении лифтов, в их организации, например, отсутствии вентиляции, или вообще просить их замены. Собственник вправе поставить вопрос о том, что необходимо провести досрочную замену или усовершенствование, замену на более новое какое-то оборудование и так далее. Но здесь вопрос-то в том, что с большой долей вероятности такого рода вещи, они сопряжены с затратами. Готов ли весь дом за свои деньги менять лифт, решать всем жильцам. И тем не менее, юристы советуют написать претензию в адрес управляющей компании и Ростехнадзора, который должен будет провести учет всех инцидентов с лифтом и вынести свое заключение.